Здарова, народ! С вами Enoz! Сегодня у нас на обзоре будет жидкость Air. Погнали! Спасибо большое компании Black Cloud за предоставление данной жидкости. Они мне прислали две линейки жидкости под названием Air и Chicago. Они являются официальным дистрибьютором их в России. По их заявлению это американская жидкость. Да, собственно говоря, на ней так и написано Made in USA. Мне насчет этого есть некие сомнения, но не будем о них. Сегодня мы с вами будем говорить просто о жидкости Air. Начнем с флакона. Спереди у нас есть надпись Air. Снизу у нас есть надпись из Best for Vape. Далее у нас идет изображение вкуса, название вкуса, крепость и надпись Made in USA. Бокам у нас написаны ингредиенты, предосторожности, 30 мл, штрих-код FDA и 18+. Насчет флаконов. Этикеточка выглядит прикольно, то есть она из хорошего материала сделана, то есть с ней все хорошо. Но флаконы, ребята, у флаконов есть защита от первого скрытия, защиты от детей отсутствует. Отвратительная, дубовейшая пипеточка. Вот эта резиночка просто отвратительная. И в принципе хорошая, удобная пипеточка с тонким носиком. Давайте проверим, сколько она у нас наберет. Ну слушайте, почти полная пипеточка. Нормально. Доступные объемы 30 мл в стекле, крепостью 0,1,5, 3,6. ПГВГ 70 на 30 в сторону ВГшечки. Линейка состоит из 10 вкусов, как фруктовых, так и десертных. У меня на обзоре все 10 вкусов, крепостью 1,5 и 1 вкус троечка. Поехали их тестировать. Ребята из Black Cloud представили мне вот такой вот проспекте, по которому я, собственно говоря, и буду сверяться. Тут у нас Эйр и Чикаго, собственно говоря, две линейки. Вот я сейчас буду с ним сверяться и говорить, что я чувствую. Так что поехали. Начнем мы со вкуса Сириус Банана. По описанию это американский десерт Банана Сплит. Продается во всех магазинах с мороженым. Воздушные банановые сливки с кусочками спелого киви. Никого не оставят равнодушными. Ребята, Банана Сплит это не банан с киви. Вот знаете, ребята из Black Clouds. Это обычно банан с шоколадом, банан с клубникой и шоколадом, но никак не банан с киви. В общем, давайте пробовать. На вдохе я чувствую, знаете, такой слегка, уже такой подстухший, не стухший, а уже, знаете, такой мягенький бананчик, который уже, знаете, слегка залежавшийся. На выдохе уже идет сладкий банан с киви. Сочетание неплохое, но, знаете, у него есть какая-то странная такая тошнотная нотка. То есть я даже не знаю, как это описать. Просто какая-то, может быть, это какие-то, знаете, сбитые сливки, знаете, которые прям приторно-сладкие. То есть идет, вот у меня, я прям, у меня идет четкое разделение банан, я чувствую, киви, я чувствую, и прям такие вот тошнотно-приторные сливки. Вкус однозначно интересный. Я именно такого сочетания банан и киви не пробовал. Вроде бы играет прикольно. Ну, вроде неплохо. Едем дальше. Следующий вкус у нас Discovery. По описанию это долгое и приятное путешествие на Мальдивы. Незабываемый вкус ароматной питая и фейхоа, который напоминает вкус киви, земляники и ананаса. Земляника. Земляника с киви. Как будто бы реально земляника с киви. Нету тут питая, я не знаю, может фейхоа дает привкус такой. Очень интересный вкус. Достаточно свежий. И у них как будто эта нотка повторяется. Возможно, это нотка киви. Я не знаю, что это, но это интересно. Это интересно играет и вкус на самом деле нужно было назвать, ну, описание киви, земляника и ананас. Тут даже на самом... Даже, ребят, я на послевкусе чувствую именно вот эту нотку ананасика. Ребят, очень неплохой вкус, прям недурственно. Пустой вдох. На выдохе я чувствую землянику. На послевкусе я... На выдохе я чувствую землянику с небольшим киви. И на послевкусе уже раскрывается ананасик. Такой интересный гармоничный вкус. Эти жидкости у меня уже стоят примерно где-то, ну, не знаю, с месяц. Вот, и когда я их первый раз пробовал, они были, ну, намного хуже. Возможно, у меня... Я не знаю, в общем, с чем это связано. Возможно, они просто поднастоялись и стало... Ну, это интересный вкус. Вкус Discovery. Вот, так что покупайте эту жидкость. Держите ее месяц у себя дома, и вы получите такой же вкус, как у меня. Следующий вкус у нас... О, она раскручивается. Вот, смотрите. Вот, еще эти флаконы любят сами по себе. Смотрите, я закручиваю. Сфокусирован? Есть фокус? Да. Смотрите, закрутил. Отпускаю. Он сам раскручивает. Он сам раскручивается. Плохие флаконы. Надо менять. Стоп, стоп. Следующий вкус у нас... Лаки. По описанию, это нежнейшее наслаждение ягодного десерта с немного кислой ноткой... С немного кислой ноткой и ярким послевкусием. На картиночке у нас изображен пирог и лимон. Лимонный вдох и ягодное послевкусие. И я не знаю, в чем прикол, но у них повторяется одно и то же послевкусие, один и тот же привкус какой-то. Вот из вкуса вкус. То ли это никотин, то ли это пропиленгликоль, то ли это глицерин. То есть, вкусы как будто похожи друг на друга. У них есть какая-то не похожая друг на друга нотка, но есть прям нотка схожести. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, это нотка именно вот этой какой-то кондитерки, которая у них идет. Такой ягодный выдох, как будто опять какая-то земляничка, еще что-то. Не могу понять. Как будто опять вот этот есть привкус таких жирных сливок, слишком притерных. Очень притерный вкус. Вкус лаки мне не нравится. Он, знаете, вот такой противненький, что ли. В общем, вкус лаки мне не зашел. Едем дальше. Следующий вкус мамс куки. По описанию, этот вкус вернет вас с детства домой к маме. Мамино печенье самое вкусное, с нотками черники. О, господи, с саньем пахнет. Здесь есть черника. Есть какая-то выпечка. И есть вкус как будто санины. Давайте попробуем, если честно говоря страшно. Очень приятная выпечка и санье. Ребят, блять, я честно... Я честно не знаю, это прям, это отвратительно. То есть, сделайте что-то с этой черникой, она не какущая. Черника отвратительная. Вот просто, я не знаю, вот правда. Здесь очень, очень приятная выпечка. На вдохе идет приятная выпечка. На выдохе прям вот, ну, отвратительно. Отвратительный вкус. Просто минус 100 из 10. Как-то так. Едем дальше. Я сегодня заходил в толкан в ТЦ. И слушай, там было перед уборкой на своего толкане. И весь толкан был обоссан. Так вот. Запах я чувствую сейчас похож. Ребята, вот вы сейчас испугаетесь. Вот, вам может показаться то, что голос моего оператора слегка детский. Ему есть 18, поверьте мне на слово. Просто я не могу не вставить эту true story. Ну, вы понимаете, да? У меня не предвзятые обзоры. Ребят, ну, серьезно. Следующий вкус у нас мистери. По описанию это загадочный Нью-Йорк в иллюминациях Эрика Сталлера. Вкусный, приятный, загадочный, обволакивающий. Вы никогда не забудете этот вкус. Никогда. У них есть единая нотка, которая просто их объединяет. Я не знаю, на вдохе одна и та же нотка. Вот я попробовал 5 вкусов, в 5 вкусах есть одна нотка. Я честно не понимаю, что здесь. Я здесь как будто чувствую лимон. Избитые сливки. Как будто это лимонный чизкейк, лимонный пирог. Я не знаю, вот именно, ну, судя по предыдущим вкусам, лимонный пирог. Единая нотка. Ребята, что это? У меня слегка горит. Глицерин, пропилен, гликоль, никотин. Поменяйте какой-то из этих компонентов. Вкусы все похожи. Не знаю, с чем это связано. Честно. Это вкус какой-то резины. Прямо вот в каждом вкусе есть привкус резины. В общем и целом, данный вкус, по сравнению с предыдущим, неплохой. Парибельный. Серьезно. Этот вкус я могу назвать, ну, парибельный. Странный вкус. Я его просто не понимаю. Вкус мистери. Едем дальше. Следующий вкус капкейк. По описанию, это маленький тортик с воздушным кремом и земляникой из частной кондитерской Нью-Йорка. Оставит хорошее впечатление и незабываемое послевкусие. Ребята, вот это? Это очень неплохая кондитерка с земляникой. Это не банальная клубника со сливками. На вдохе идет приятная земляничка. На выдохе идет прям очень клевый, это не пирог, это именно сливки. Сливки с земляничкой. Прям знаете, вот вы когда бабушка вам делает, просто берет, срывает вам клубнику, землянику, и вы это все вот сливки окунаете. Даже, наверное, в сахар. Вот вы в сахар окунули земляничку и вот едите так. Или как мне бабушка делала, то есть она брала хлеб, туда землянику с сахаром вперемешку. Вот это именно вкус, вот именно вот этого бутерброда, вот без привкуса хлеба. Ребята, вот это годнота. Это прям, пока что это топ-1 вкус. Он, ну, он реально вкусный. Едем дальше. Я забыл вам сказать, жидкости стоят 400 рублей, этот вкус стоит однозначно 400 рублей. Еще вот парочку было, то что я говорил хорошо, вот они стоят 400 рублей. Это хороший вкус. Лайк. Дальше. Следующий вкус у нас Space. По описанию это праздничный десерт из самого лучшего ресторана Америки. Политый большим количеством сливок и кусочками маршмеллоу с ягодным... Маршмеллоу с ягодным и воздушным. Все, это все с ягодным и воздушным чем. Очень приятные леденцы. Прикольные такие ягодные леденцы. Это не мон пассиэ, это что-то другое. Но очень приятно. Вдох прям леденцовый. Сладенько, прикольно. И, кстати, очень пустое послевкусие. Я послевкусие вообще не чувствую, но прям такое... Бац, и пропало. То есть я выдохнул и все. А где вкус? Как-то так. Вкус шторм. По описанию это вкус фруктового освежающего коктейля, который несет вас на печаный пляж Майами с насыщенным послевкусием тропической свежесть. Приятный вдох и отвратительнейший выдох. Точнее, не отвратительнейший, знаете, тропики здесь отдают клопово-травянистым привкусом. Однозначно мне не нравится. Очень приятный вдох. Такой, знаете, сладенький, фруктовенький, интересный. И выдох прям реально как будто клопом отдает. Клоп. Вкус шторм. Едем дальше. Предпоследний вкус Sweet Life. По описанию это насыщенная мягкость грушевого десерта, легкий расслабляющий абрикос. Гармоничный вкус с кокосовым послевкусием. На вдохе я чувствую явный... Такую, знаете, грушу. Выдох отдается прям мощным абрикосом. Груша вообще потерялась. И послевкусие прям такой, знаете, сливочный, нежный абрикосово-кокосовый привкус. Очень прикольная расслабляющая жидкость. То есть вы прям затягиваетесь. Сначала идет такая яркая груша. Прям, знаете, такой прям, ну, сок грушовый, я даже не знаю. Очень приятное послевкусие. Прям такое, знаете, оно прям расслабляет. Оно прям такое нежное, сливочное, сливочно-абрикосово-кокосовое. То есть, знаете, как будто абрикосовый баунти. Такого не существует, но очень приятное послевкусие. Здорово, Sweet Life, мне нравится Едем дальше Ну и последний на сегодня вкус, это Travel Fruits Путешествующие фрукты, по описанию Это сочный взрыв спелой дыни, который несет вас Другое измерение, а свежее фруктовое послевкусие Вернет вас на нашу планету Это прям, знаете, натуральная дынька Прям на На вдохе идет И на выдохе очень такая сочная Спелая, прям вот знаете, летом Когда вы там уезжаете куда-нибудь в Анапу, в Сочи Вот вы прям там подходите К такому волосатому мужичку, говорите Дай мне самую вкусную дыню, он вам дает прям Сладкую, сочную дыньку Вы приезжаете и откусываете Не первое откусывание, которое прям сочное Сочное, а вот знаете, вот вы первый раз откусили Там, где есть еще мякоть такая прям Не оно, дальше, дальше вы откусили Именно вот этот вкус дыни, она такая Сладенькая, прикольная Сладенькая, сладенькая Сладенькая дынька И действительно Приятное такое, фруктовенькое послевкусие То есть дальше добавляется такой, как будто мультифруктовый Сачок, такой очень приятный Такое, размеренное послевкусие Приятный вкус Давайте подводить итоги А итог простой Жидкость стоит 400 рублей Отстойные флаконы Просто отстойные флаконы Приятная этикетка Надпись Made in USA С которой я буду Очень сильно спорить Но не буду вам рассказать почему Ну, спорная эта надпись Мне она не нравится По неким своим причинам В общем, я не верю, что это Made in USA Вкусы По вкусам мне зашло К 6-7 из 10 вкусов И где-то 5 То есть половина линейки Действительно стоит 400 рублей Однозначно рекомендую к пробе Я пробовал полторашечки Трешечки, оказывается, у меня в этой линейке не было Значит, она есть в Чикаго Никотин вроде бы как приятный Не особо сильно ТХ-шит В общем и целом По линейке зачет Линейка получилась вкусной Единственное Вот за что просто я Буду прям резко говорить Ребята, если у вас есть возможность Скажите производителю Делайте другие флаконы Ну, ребят, ну это вообще ни о чем Вот, то есть Флакон запросто может открыться у вас в кармане То есть вот я его закручиваю Затягиваю Он у меня раскручивается И дальше, смотрите Я вообще никаких усилий не прилагаю Еле-еле за пипеточку держу Оп И он открылся То есть спокойно может открыться Открыться и протечь в вашей сумке В сумке, в портфеле, в кармане Это плохо Короче, линейка хорошая Рекомендую к пробе Спасибо ребятам из Black Cloud За предоставление данной линеечки на обзор Мне было приятно ее попарить Надеюсь, вам было приятно увидеть этот обзор Простите, что так затянул Такие дела А на этом все Не забывайте подписываться на канал Ставить лайки Оставлять ваши комментарии И вступать в паблик вейбункер ВКонтакте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok